Всем привет, народ! С вами Ани Рейль, и это максимально запоздалый гайд на Дань Хэна, но я считаю, что вот именно сейчас мне, наверное, есть что сказать. Тут будет не столько именно гайды-советы, это скорее что-то типа анти-гайда, но начнём мы, как всегда, с обсуждения того, почему именно вы хотите его тянуть, и почему вы можете не хотеть его тянуть, потому что это, если что, не мой аккаунт. Я себе Дань Хэна не вытащила, несколько недель назад я постила видео про то, как я думаю, тащить его или не тащить, в айфу-фактор или нет, и в итоге я пока остановилась на том, что тащить я его не буду. Собственно, сейчас я буду вам объяснять свои размышления по поводу того, почему всё именно так. Во-первых, почему вы хотите его тащить? Тут всё очевидно. Он так называемый гиперкэри, что означает, что команда, собранная вместе с ним, он один в ней, в принципе, наносит весь урон. Для этого нужны определённые составы команд, которые будут специально танцевать под него, но в целом всё заключается в том, что вся команда ваша, грубо говоря, наносит автоатаку, а Дань Хэн один весь убивает всех, и собрав его максимально лучшим образом, самый лучший шмот, собрав вокруг него команду, прокачав его, вы получите очень сильный урон для практически любого челленджа в игре, то есть будь то новая виртуалка, про неё мы поговорим ещё по отдельности, зеркало, то есть вам нужно для зеркала две команды, одну из них Дань Хэн закрывает буквально чисто собой. Поэтому если вы недавно начали играть, и у вас тупо нету двух команд, или вы играете давно, например, у вас не получилось вытащить зелье, или вы пропустили блейда по каким-то ещё причинам, в общем, нет у вас хороших ДД, или есть одна команда, а второй нету, вот именно Дань Хэн вам поможет справиться с этой проблемой, причём в лёгкую, по щелчку тех самых пальцев, про которые не пошутил уже только ленивый. Он наносит сотни тысяч урона, причём не только в одну цель, но и во все соседние с этой целью. И таким образом затаскивает вам практически любой контент. Чем больше вы в него вложитесь, тем больше он отдачи даст, и, скорее всего, на долгое время вам это будет команда работать. Собственно, если он настолько прекрасен, почему же я его не тянула, и почему, собственно, в чём минусы? Мне потребовалось вот столько времени, сколько шёл его баннер, и более подробные, скажем так, сливы с беток, о которых мы нормально не можем говорить, но пока всё выглядит так, как будто все следующие после него ДД, а именно Динлю и даже Тапас, которые вроде как не основной ДД, а ДД с бонуса так, но тем не менее, получается так, что каждый следующий ДД после Даньхэна ничем не хуже его. И я уже видела цифры той же самой Динлю, где она носит там типа по 200, по 300, по 400 тысяч своей ультой, то есть на уровне того же самого Даньхэна. А следственно, можно задать себе вопрос, стоит ли, насколько это необходимо, тащить каждого ДД, который выходит в игре? Про каждого ДД у нас, безусловно, будет миллион видео про то, что, боже мой, это имба, самый сильный ДД на настоящий момент, супер-гипер-кэрри и тому подобное, а потом выходит следующий, и с ним происходит то же самое. Да и более того, у меня вот есть та же самая зелья, которая с первых дней в игре, и она всё ещё считается достаточно неплохим ДД, а, соответственно, если уже есть что-то хорошее, зачем искать лучшего? От добра добра не ищут. Так мы приходим к вайфу-фактору. Если у нас не будет кардинально меняться именно геймплей за персонажей, то мы будем просто выбирать в будущем, как мне это пока очень грустно видится, скинчики тех героев, которыми мы хотим наносить урон. То есть кому нравится анимация, как Даньхэн делает пальцами бонг-бонг, тот тащит Даньхэна. Кому нравится красавица Дзинлю, тот будет тащить её, и так далее, и тому подобное. То есть персонажи будут наносить приблизительно плюс-минус одни и те же уровни урона, это в лучшем случае, в худшем будет ещё и пауэркрип. А меняться будет только моделька, анимация и прочее. Я очень сильно надеюсь, что к этому всё не придёт. Прямо это моя мечта, потому что мне будет сложно адекватно играть в игру, в которой не меняется ничего, кроме внешки героев, а урон и геймплей остаются тем же. Я надеюсь, к этому не придёт. Но пока для меня всё выглядит так, что я могу просто сейчас вообще никого не тащить из ДД, потому что ДД у меня на аккаунте есть. И я ничего не потеряю. То есть я пропускаю одного Даньхэна, у меня там через почти месяц приходит Дзинлю, и она ничем не хуже. И вот после этого довольно длинного отступления давайте обсуждать, собственно, как персонаж играется, что с ним делать и почему он такой особенный. Наш Даньхэнчик заточен на базовой атаке. Причём его базовая атака настолько велика и прекрасна, что занимает целую простыню. Если совсем коротко и на пальцах, то он имеет 4 разных градации базовой атаки. Самая базовая дамажит, просто даёт 2 удара, и никакой красивой анимации не имеет. Если перед атакой он 1 раз использует Ешку, она прокачается 1 раз. Если Ешку 2-жды 2 раза, если Ешку 3-жды 3 раза. И разница в уроне там разительная. То есть базовая атака непрокачанная носит 100% урона на максимальной прокачке, а базовая атака под 3 Ешками носит 500% урона, бьёт она 7 ударов, и бьёт она ещё и соседние цели. А базовая просто бьёт в одну цель. И поэтому, во-первых, мы понимаем, что обычной базовой атакой наш персонаж будет бить примерно никогда. С другой стороны, мы также понимаем, что все его атаки будут базовыми атаками, но при этом прокачанными на третий уровень в идеале. И отсюда происходит всё то, вокруг чего строится сам персонаж. Трижды прожатая Ешка требует 3 очка навыка. Каждая его атака в идеале требует от нас 3 очка навыка. С этим самую малость помогает его ульта, потому что ульта, когда тоже наносит урон, он наносит его главной цели и двум соседним. И при этом он получает 2 стака своей способности. Максимальное количество стаков 3. И эти стаки он может использовать как валюту для оплаты своей Ешки. То есть обычно он использует очки навыков, за что его прекрасно юмористично называют не пожирателем муны, а пожирателем очков навыков. Но когда он использует свою ульту, 2 этих навыка в следующий раз будут бесплатными, потому что он их настакает. Таким образом он слегка-слегка митигирует свою безудержную пожирательность. Но все еще это означает, что команда, которую мы хотим собрать к нему, должна практически никогда не использовать Ешку. И отсюда также следует, что если вдруг хоть что-нибудь пойдет не так, и вам придется использовать Ешку, например, на Пелаге Сергеевне, чтобы снять дебаф срочно с врага, или ваш хил, нужно срочно прожать хил, потому что иначе у вас кто-то умрет. Этот рожа тратит очки навыка. И вот каждый раз, когда у вас вне очереди тратятся очки навыка, Даньхэн прям очень сильно выпадает из своей ротации и теряет урон. Насколько, опять же, важно, что он сыграет недостаточно оптимально, это может быть важно на самых высоких уровнях сложности, типа новой виртуалки или зеркала. В зеркале сейчас более-менее практически все проходимо и с ним, и без него. А вот новая виртуалка – это вообще отдельный вопрос, потому что она явно сделана. И вообще новый путь там распространения сделан конкретно под рекламу Даньхэна. Это очень сильно заметно, об этом народ много ругался на Reddit и прочих форумах на Михаё. Новый режим прямо реально продает Даньхэна. Опять же, что я вам могу сказать, я прошла пятую сложность нового режима виртуалки, у меня нет Даньхэна, все проходимо, все возможно, но с Даньхэном вы будете прокатываться по ней катком в легкую, получать миллионы урона, красивые скриншоты, красивые видео, море наслаждения. Все, собственно, ради чего люди обычно донатят в игры, чтобы получить красивые циферки. Что еще стоит сказать? Прокачка его таланта и Ешки, они в принципе третичны. То есть первым мы качаем базовую атаку, потом, скорее всего, ульту, потом все остальное. Навык делает только то, что он прокачивает базовую атаку, и за каждую прокачку увеличивается количество крит урона, которое эта прокачка еще бафает дополнительно. Например, на максимальном уровне это будет 12%, и стакается до 4 раз. Его талант за каждую атаку, каждый удар, потому что в его базовой атаке, например, третьего уровня, 7 ударов, вот за каждый такой удар он получает 1 баф «Праведное сердце», который увеличивает урон, наносимый на 10%. Стакается до 6 раз, то есть максимальное увеличение урона 60%. Причем, если вы успеете так хорошо подгадать, что вы прожмете базовую атаку максимального уровня, который наносит 7 ударов, и в тот же ход вы прожимаете ульту, то до окончания хода персонажа вот эти 60% бонусного урона, они также распространятся на ульту, и всех врагов просто выжат наглухо. Если там что-то было живое, оно непременно умрет. Просто стоит это знать, что это до конца хода, и до конца хода можно впихнуть много интересных обилочек, как мы, в принципе, часто делаем в этой игре. Техника его не особо примечательная, она просто дает один стак до боя, в начале боя, который можно тратить на бесплатные ешки. И, в принципе, это все. Со счет цветовых конусов и вообще его шмота. С конусов начать проще всего, естественно, его сигна будет для него самым лучшим выбором, но при этом второй его самый лучший выбор, причем он, как мне кажется, на самом деле в чем-то даже круче, потому что, во-первых, замечательный упадение иона конус можно прокачать до пятого уровня совершенно бесплатно в этой игре благодаря Герте и ее магазину. Он пятизвездочный, он бесплатный, он отлично подходит Даньхену, и тут буквально нет никаких поводов на самом деле тянуть его сигну, разве что у вас почему-то внезапно оказались лишние деньги. То есть вот этот вот конус, он закрывает все наши потребности, в отличие от, например, того же класса персонажа Блейда, которому практически никакой конус не подходил, кроме его собственного. У Даньхена ситуация буквально противоположная, ему отлично подходит конус, который совершенно бесплатно дается всем в игре, так что грех этим не воспользоваться. Советую максимально использовать именно этот бесплатный конус, вместо того, чтобы тащить за бешеные деньги его сигну. По поводу реликвий. Тут есть примерно плюс-минус два пути, куда мы хотим качать Даньхена. Если у нас в команде есть дебафер, замедлятор, кто-нибудь типа Пелагея Сергеевны или, например, Сильвервульф, потому что очень часто играется Даньхен Сильвервульф, она делает мнимую уязвимость, он больно бахает. В этом случае ему стоит взять специальность от артефактов как раз на мнимый элемент. Причем все четыре куска этого мнимого элемента, потому что у вас будет дебафер, который сможет обеспечить вам необходимый аптайм. Если у вас этого всего нет, или если вам не нападали нормальные шмотки на мнимый, потому что фармить эти сеты до этого лично мне не надо было, у меня нету ни вельта, никого, тогда можно всегда использовать стандартную пшеницу, потому что она дает силу атаки и повышает урон базовой атаки. А урон базовой атаки — это то, что доктор прописал для нашего Дани Хенчика. План арки. Тут все просто. Мы по базе хотим увеличить ему крит-шанс. Вообще, в принципе, Дани Хен билдится вот по стандартным правилам всех ДД. То есть атака, крит-шанс, крит-урон. В отличие от Блейда, которым мы на все статы хотели брать хпшку, здесь ничего подобного. Здесь стандартный гиперкэрри набор. Как я уже сказала, атака, крит-шанс, крит-урон. И вы чувствуете себя прекрасно, вы великолепны. Это первый сет, который ему самый приятный. Второй самый крутой сет — это Герта. Герта стейшн. С теми же самыми, в принципе, статами. Но этот вот буквально немного лучше, потому что он увеличивает, опять же, урон от базовой атаки. Вообще, в принципе, этот сет вышел приблизительно вместе с релизом Блейда. И под Даньхэна он тоже очень хорошо подходит. Как будто под них сделан, я бы даже сказала. Про прокачку следов я уже говорила. У него, в принципе, в следах большое количество бонусов мнимого урона. Много-много. И здесь тоже. Первым делом мы качаем базовую атаку, потому что это все, что он примерно будет делать в вашей игре. Потом ульту. Все остальные по остаточному принципу тоже качать нужно, потому что это наш гиперкэри, поэтому все ресурсы должны быть реально вбаханы в него. Все, что у вас есть от вашей команды, оно должно находиться в нем, а все остальные персонажи в группе будут на подтанцовке с помпонами его бафать и смотреть, на сколько он офигенен. И долончики. Тут вот если вы хотели потратить дополнительные деньги или кристаллы на баннер, то лучше, мне кажется, заняться не конусом, а именно и долончиками. Е1 увеличивает максимальный уровень стаков его бафа до 4, и каждый удар дает один дополнительный уровень этих стаков. Это довольно странный перевод на русский язык на самом деле. На английском здесь написано более понятно. Увеличивается максимальный уровень стаков, то есть по базе их 6, еще плюс 4. То есть максимальное количество стаков будет не 60% бонусного дамага, а 100%. Каждый удар дает один дополнительный уровень этого статуса, то есть каждая его атака дает сразу не 10% бонусного урона, а 20%. И быстрее набирается максимальное количество стаков. Если вы прожали, собственно, одну прокачанную базовую атаку, то у вас уже максимальное количество стаков будет 100%. Быстрее набирается, больше процентов дает, тупо намного больше урона. Хороший и долон. Если, как я уже сказала, хотите занести дополнительные ресурсы в этого персонажа, то вот сюда можно это сделать. Его второй и долон. Вообще абсолютно наглухо сломанный. После использования ульты он сразу же получает дополнительный ход, тут же ходит, и также получает за свою ульту дополнительный стак своей бесплатной ешки. То есть его базовая ульта дает две бесплатные ешки. Для того, чтобы прокачать базовую атаку на максимум, нам нужно три. Второй айдалон позволяет сразу после того, как вы сыграли ульту, получить не два стака, а три бесплатные ешки и тут же походить. То есть вы прожимаете ульту на много-много урона, и сразу после этого вы снова прожимаете базовую атаку максимально третьего уровня прокачки. И это все идет подряд. И в целом, на самом деле, после вот этих двух айдалонов рассказывать о том, что делают все остальные, не особенно нужно, потому что адекватные вложения заканчиваются именно на втором айдалоне. Третий айдалон, как обычно, увеличивает всякие уровни навыков, пятый делает то же самое. Четвертый айдалон позволяет вам, по сути, удвоить урон, который вы наносите. То есть как оно обычно происходит? Вот у вас есть первый айдалон, который уже у вас есть, и у вас максимальное количество стаков бонусного урона 10. Он дает вам плюс 100% бонусного урона. Но когда у вас заканчивается ход, это все пропадает. При этом у вас есть вот этот вот четвертый айдалон, который говорит, что эти все стаки у вас не пропадают, а они у вас будут на вашу следующую атаку. То есть как это обычно происходит? Обычно у вас начинается ход, бафа на вас еще нет, вы прокачиваете базовую атаку, и она наносит 7 ударов. Каждый следующий удар апается, потому что каждый следующий удар уже получает стаки, пока удары идут. Четвертый айдалон позволяет вам уже с максимальным количеством стаков каждый ход начинать. То есть у вас первый удар будет бафнутый на 100% урона, в отличие от без четвертого айдалона апнутого удара, он будет на базовый урон. Базовый апнутый, конечно. То есть по сути все его атаки при адекватной ротации, естественно, если он каждый раз, когда он будет атаковать, будет прокачивать базовую атаку до трех раз. То есть у вас будут все его 7 атак с плюс 100% урона. Всегда. Потому что он будет и заканчивать ход с бафами, и начинать ход с бафами. И это будет бесконечное, просто безудержное количество праздника урона. И есть его 6-й айдалон. После того, как любой другой союзник использует ульту, пробитие мнимого сопротивления, следующие его 3-жды прокачанные базовые атаки, повышается на 20%, стакается до трех раз. То есть максимальный брейк-эффект у него будет 60% с его 3-жды прокачанной базовой атаки. Сложно подсчитать без глубинной матчасти, насколько это дает реальный урон, потому что брейк-эффект, насколько я помню, самый слабый у мнимых вообще элементов. И даже плюс 60% брейк-эффект это все еще... Это что-то дает, конечно, безусловно, что-то дает. Но, как обычно, 6-й айдалон это уже настолько оверкил, что только для супер-китов, супер-фанатов персонажа и для тех, кому деньги девать некуда. Мне кажется, что мы, я и моя аудитория к таким людям не относимся. Ну и последнее, что нам осталось обсудить, это то, какие команды нужны Даньхэну для того, чтобы он действительно мог быть тем самым гипер-кэрри. Во всех обычных условиях при предыдущих командах, например, у меня сейчас ходит Блэйд с Кларой в одной команде. То есть у меня там нету основного, типа, главного гипер-кэрри. У меня есть два хорошо вносящих урон персонажа и там, типа, хиллер и танк. А в случае с Даньхэном ситуация немножко другая. У нас нужна команда, которая минимально тратит очков навыков, максимально генерирует эти самые очки и по возможности бафает нашего замечательного Даньхэна. Самым лучшим выбором для этого действия, естественно, является его подружка по баннеру Юйкун, которую туда совершенно не просто так запихнули. И пока вы тащите себе Даньхэна, будет очень хорошо, если вы вытащите Юйкун, причем Е6, потому что именно Е6 позволяет ей минимизировать собственные расходы на очки навыков, что самое важное с Даньхэном в одной команде. Плюс она круто бафает статы и ей можно дать специальный конус, который бафает мнимый урон всей команде и это будет вообще прекрасно. Даньхэн просто в безудержном восторге. Так, в принципе, ему подходит любая леса. Тин Юй подходит ему тоже совершенно прекрасно. Она будет заряжать ему ульту, она будет давать ему дополнительную атаку, что в отличие от Блейда, которому все еще нужно ХП, а атака нужна не очень, с Даньхэном Тин Юй синергирует отлично. Все, что она ему дает, все ему подойдет, буквально дайте еще. Если у вас есть броня, то я вас, конечно, с этим поздравляю, безумно вам завидую, потому что у меня ее нет. Броня одна из хороших опций, но единственное, что с ней может быть намного сложнее удержать нормальную ротацию по очкам навыков, если у вас броня не Е1 и не Сигны, потому что броня сама очень неплохо отжирает очки навыков, и с Даньхэном они могут немножко поссориться на эту тему. Плюс еще, опять же, я не говорила о том, какие статы ему нужны, но в целом я не считаю, что Даньхэн должен быть особенно скоростным, потому что смысл в том, что он, если он будет чаще ходить, ему нужно будет больше очков навыков, потому что он будет больше их тратить. Поэтому либо он скоростным быть не должен, либо вся команда должна быть еще немножко быстрее, чем он или на его же уровне, чтобы она с той же скоростью, с какой он тратит, могла генерировать ему эти очки. И поэтому тот факт, что бронечка дает вам дополнительный ход, он меня еще тоже немножко смущает, потому что Даньхэну это дополнительный ход, это скорее всего просто непрокачанная базовая атака как минимум в половине случаев. Насчет последнего слота. Адекватные люди, например, те, которые ходят сейчас в виртуалочку на самых последних уровнях сложности, эти люди внезапно поняли необходимость танков в командах, потому что виртуалка самой большой сложности сбивает лицо, причем вообще безжалостно. Поэтому нет ничего плохого, если последним слотом вы возьмете Тенберг-Гепарда или какого-нибудь другого танка, например, Фусюань скоро выходит, для того, чтобы хоть как-нибудь порезать входящий урон, который совершенно больные цифры показывает. то последним слотом можно поставить какого-нибудь дебафера, а именно Пелагею Сергеевну как бюджетный вариант, либо Сильвервульф как небюджетный вариант и основная то, что у нас называется моно-мнимая команда, потому что Сильвервульф будет делать ваших врагов мнимыми, и вы будете радостно их разваливать. В принципе, Даньхен и по своему сету мнимому, и по своим обилкам хорошо синергирует с дебаферами, и в принципе, Гиперкэрри, как персонажи, которые эскалируются от урона, крит-дамага, крит-шанса и прочего, они все очень сильно любят, когда врагам режут защиту. Поэтому ульта Пелагеи Сергеевны будет тем же самым, что доктор прописал. Плюс она сама по себе практически не тратит очки навыков в таких командах. Вам очень редко может понадобиться что-либо продиспелить, и под такие случаи мы обычно держим ульту Луча, ну вот, либо можно потратить Ешку Пелагеи Сергеевны. В общем, кто-то из них в вашей команде, мне кажется, прям должен быть на случай форс-мажоров, если вы знаете, что враги, например, очень сильно бафают себя на бессмертие, на какую-нибудь еще какую-нибудь дрянь. Вот, ну а то, что в этой команде хилером выступает Луча, потому что он мнимый, это, ну как будто бы само собой разумеется. Если он у вас есть, вы великолепны. Если у вас его нет, замените его любимым возможным хилером, ради которой, который будет меньше всего тратить очков. Здесь может быть проблема, потому что именно Луча хорош тем, что он даже, когда хилит своей Ешкой автоматически, он очков действия не тратит, он их именно генерирует. так что они прям лучшие друзьяшки с Даньхеном. По командам мне, наверное, плюс-минус больше сказать нечего. Вы всегда можете взять какого-нибудь еще одного дамагера дешевого, максимально дешевого в такую команду. То есть Блейд, он не тратит и не генерирует очки действий, поэтому они могут вместе работать. Но в целом я рекомендую именно сделать так, что у нас есть один великий Даньхен, и вокруг него с помпонами танцуют три бафера или, возможно, два бафера и один танк, позволяя вашему гиперкэрри любимому раскрыться по максимуму. Вот что я хочу вам сказать насчет команд. И время переходить к кратким выводам. Как я уже сказала, дамажит он, закачаешься. Он тот самый гиперкэрри, который наносит миллионы урона, сотни тысяч, после этого ходит снова, всех снова бьет, и чем больше вы в него вложите, тем больше он вам отдаст. То есть скорее всего вы будете испытывать чистейшее удовольствие, просто играя за этого персонажа и смотря на красивые вылетающие циферки, на его шикарные анимации с пальцами, с драконом летающим. И ну он очень стильный сам по себе. В принципе, Михайо отрывается, мне кажется, на Ханкай Старрейли. Все мужские персонажи здесь невероятно стильные. Вайфу и Хасбанду фактор максимально. С другой стороны, как я уже сказала, скорее всего, судя по тому, что мы знаем с бета-тестов, там очередной раз апнули Дзинлю на урон, и скорее всего она будет наносить столько же, уж точно совершенно не меньше, дамага. Поэтому мы сейчас в моменте, я надеюсь, это изменится, выбираем только то, как будет визуально выглядеть персонаж, которым мы хотим наносить красивые циферки. А сам персонаж при этом будет отличаться там типа только ну мальчик, девочка в таком духе. Плюс мне не хочется в это верить, но я практически уверена, что нас ожидает мощнейший пауэркрип, и с каждым месяцем игры он будет все сильнее. То есть там та же самая зелья плюс-минус устареет через полгода в лучшем случае, а может еще быстрее. Поэтому каждый следующий такой вот шикарный персонаж он будет круче, круче, круче и круче. Поэтому если вы сейчас хотите вытащить именно этого красавчика, тащите. Если вам нужна Дзинлю, тащите ее. В принципе, вы ничего прямо сильно не потеряете. И еще отдельное замечание для тех, кто смотрел или не смотрел мое видео про Сильвервульф. В нем я как раз говорила, что главная причина, почему мы хотим вытащить Сильвервульф и прокачать именно ее, это то, что у нее уникальный геймплей, и она позволяет собирать команды такие, чтобы ими можно было проходить любой контент. То есть если у вас есть Сильвервульф, то у вас нет необходимости собирать по штуке каждого ДД мнимого элемента, ветряного элемента, огненного элемента и так далее. То есть у вас есть Сильвервульф, вы делаете с ней команду, и она любого врага, любого элемента вам пробивает. То есть она позволяет не тащить всех подряд, а тащить только тех, кого вы считаете, что вам действительно нужно. И на этом собственно можно закончить. Если вы считаете, что Даньхэн вам действительно нужен, и это именно тот, кто запал вам в сердечко, тащите его безусловно. Если вы считаете, что лучше дождаться Дзинлю, то я, наверное, на вашей стороне, потому что я пока склоняюсь именно в ту сторону, причем я, наверное, дождусь даже не Дзинлю, а дождусь Тапас. И это, опять же, на всякий случай, ни в коем случае не отменяет того, что у него совершенно больной имбовый дамаг. Проблема только в том, что, скорее всего, сейчас у всех будет настолько же больной имбовый дамаг. И на этом я жду вас в комментариях с негодованием, с сочувствием, с последними попытками меня убедить. Благо, у вас есть еще целых два дня на то, чтобы переубедить меня и заставить его вытащить, как в прошлый раз получилось с Блейдом. И все. С вами была Нерейль. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok